который был выявлен и подтвержден 17 марта. Хочу добавить, что из тех лиц, которые летели одним рейсом вместе с этим больными, у нас было 109 человек, не все они наши местные. Наших местных 58, повторюсь, остальные переданы по сопровождению в 10 других субъектов Российской Федерации. То есть ни один контактный гражданин, летевший этим рейсом, не будет потерян. В управлении продолжается оперативное взаимодействие с Министерством внутренних дел по выдаче постановления об изоляции лицам, которые прибывают из-за неблагополучных стран. Для этого в аэропорту уже на внутренних рейсах вместе с МВД проводится вручение постановление главного государственного санитарного врача номер 7, которое обязывает абсолютно всех вернувшихся из-за рубежа проводить мероприятия по самоизоляции. Мы не говорим уже о тех семи странах, которые мы отрабатывали на первых этапах. Это абсолютно все страны, откуда приезжают из-за рубежа наши жители. Что нового произошло за эти два дня по лабораторной диагностике? Теперь лабораторной диагностике подлежат не только те лица, которые вернулись из семи стран. Теперь лабораторной диагностике подлежат абсолютно все лица, вернувшиеся из всех зарубежных поездок. Проводится это на 10-12 день, то есть однократное обследование. Кроме этого, проводится обязательное лабораторное обследование всех контактных лиц. Здесь кратность диктуется состоянием здоровья и эпидемиологической необходимостью. Еще на что хотелось бы обратить внимание, чтобы мы знали, каков порядок цифр. Мы сейчас отрабатываем те реестры, которые нам предоставило Министерство внутренних дел, по всем лицам, которые с 1 марта пересекли границу. Их порядка 2000. На сегодняшний день мы отработали половину из них. Из 1000 лиц, оставшихся, у нас самоизоляции подлежат 382. Кроме этого, по адресам фактического проживания за пределами республики, в другие субъекты Российской Федерации, в управление Роспотребнадзора направлена информация в отношении 90 человек. То есть я говорю о том, что насколько ситуация развивается, насколько объемная требуется работа по каждому лицу, которое мы не должны оставить без внимания. Что у нас в республике? Проводятся разъяснительные работы, и хотелось бы, чтобы все услышали, нет необходимости идти куда-то в лечебные учреждения, нет необходимости идти в Роспотребнадзор. Есть горячая линия, на которой можно...